Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Начинается долгожданное строительство станции метро «Театральная». Когда начнется перенос инженерных коммуникаций? Какие перекрестки в центре города будут закрыты и как будет организовано движение? Как быстро будут завершены работы? В нашей студии заместитель руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрий Топилин и заместитель директора ГКУ Самарской области управления капитального строительства Александр Богданов. Юрий Михайлович, Александр Николаевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый день. Итак, осенью 2022 года в Самаре приступают к непосредственному строительству долгожданной станции метро «Театральная». Давайте начнем со строительных работ. Когда начнут копать котлованы? У нас официальная процедура сейчас прошла получение положительного заключения по стартовому котловану на улице Галакционовской. На прошлой неделе мы получили ее. Сейчас ведутся закупочные процедуры. В ближайшие пару недель мы должны заключить государственный контракт на разработку стартового котлована. Приблизительно в течение двух недель приступят к непосредственному производству работы по открытию котлована. То есть это уже начнутся непосредственные работы, то есть извлечение грунта, то есть вот это начнется настоящая стройка. То, что мы понимаем под ней. Да, с заключением государственного контракта начнется настоящая стройка. Где будут копать? Копать будут на пересечении улицы Вилоновская и Галтеновская. Сам стартовый котлован порядка 100 метров. Вот по этапам будет разработка проводиться с возведением конструктива будущей станции. Вот, кстати, интересный вопрос, важный. Работы будут вестись круглосуточно или ночью будет, скажем так, перерыв? Ну, мы постараемся приносить меньше сложностей для жителей окружающих домов, которые попали в зону влияния на строительство будущей станции. В любом случае, часть строений изымаются для государственных нужд, работа ведется. Будем стараться ночью не работать. Хотя законам Самарской области разрешили работать в круглосуточном режиме, кроме особо шумных работ. Большая часть работ будет до 10 часов вечера. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет на эту тему и затем продолжим нашу беседу. Сюжет касается как раз вот этой темы строительства метрополитарной. Строительство станции метро «Театральная» и сопряженной с этим работы по выносу инженерных коммуникаций в активной фазе. В одном из крупнейших городов по Волжье в скором времени появится новая транспортная локация, которая позволит соединить отдаленные районы города с его историческим центром. Несомненный плюс новой станции метро после завершения ее строительства в разгрузке городских магистралей и существенном сокращении интервала движения поездов с 12-15 минут до 5-8. Легко будет добраться до конца города, с другого. Потом вот здесь вот удобно то, что мероприятия, площадь проходят различные мероприятия. Организация дорожного движения в период строительных работ – один из важнейших вопросов. Ранее было перекрыто движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро. На сегодняшнем совещании с первым заместителем главы города Владимиром Василенко, министром строительства Самарской области Николаем Плаксиным и представителями управления капитального строительства вновь затронули вопрос, касающийся введения временной схемы организации движения и по другим улицам. В том числе по Новосадовой от Первомайской до Полевой. Временная схема нужна для переустройства инженерных коммуникаций на объекте. Речь идет о ливневой канализации. Предстоит выполнить масштабный объем трудоемких работ на коллекторе большого диаметра. Его нужно вынести с перекрестка, потому что, чтобы опускать щит, где будет в данной конкретной ситуации, потому что под Полевой же там тоннель идет, то в этом вопросе точно ливневка должна быть переустроена. Где будет опускается щит, она мешает. На сегодняшний день закрытие – это прерогатива Министерства транспорта. Но мы работаем с ним в общей увязке. Временную схему организации дорожного движения планируется ввести не ранее 5 октября. При этом уже известно, что в целях минимизации неудобств для горожан одну полосу по Новосадовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить свободной. Здесь предполагается организовать односторонние движения. Взаимное решение как с Минтрансом, с Минстроем и городом, чтобы эта полоса осталась для движения на весь период строительства метро. На данный момент пройдено согласование с ГИБДД и решение будет реализовано. Вопросы организации движения по улице Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные с метростроем, досконально проработают в следующем году, предварительно в середине или третьем квартале 2023 года. А сейчас в штатном режиме продолжаются работы на улице Галактионовской. И кроме того, в районе прилегающих к ней двух скверов занимаются выносом инженерных коммуникаций. Региональный заказчик администрации Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просит жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения самарцев и развития транспортной инфраструктуры региональной столицы. Уважаемые гости, так вот в сюжете мы увидели информацию, услышали и увидели информацию о том, что начинается перенос инженерных коммуникаций. Это еще один важный, сложный, масштабный вид работы. Вот давайте об этом поговорим. Когда он начнется, что будут переносить? Как будут переносить? Коммуникации выносят, выносят уже на протяжении нескольких месяцев. Коммуникации там очень масштабные. Там идет водовод 800 миллиметров. Он будет проходить также дальше через скверы проколом через улицу Красноармейскую. Это там масштабная работа. Там больше 1000 миллиметров гильзы будет, 1200, по-моему, на моей памяти. Также выносится коллектор, усиливается на Вилоновской коллектор ливневой канализации. Огромное количество теплотрасс, электрических сетей. И поэтому тут трудно сказать, что активная фаза там не начата. Во все работы ведутся. И в ближайшее время, конкретно по стартам Котлованова, работы уже на завершающей стадии. Там остались мелкие. По всему остальному станционному комплексу до конца года работы тоже будут закончены. Ну, то есть, на самом деле, до конца года инженерные коммуникации должны быть перенесены? Не по всей трассе. Часть инженерных коммуникаций предполагается к перекладке от улицы Вилоновской до улицы Полевой, по Галтионовской, дальше через средства по улице Самарской. И пока мы находимся в экспертизе основного этапа строительства, это как раз проходка двух однопутных тоннелей, там рассматривается возможность какие-то коммуникации не затрагивать. Как раз таки из-за этого профиль трассы будущей, он ныряет. Ныряет с 14 метров на стартовом Котловане на улице Галактионовской до 28 метров в районе арбитражного суда на улице Самарской. И возвращается опять на отметку 14 метров к улице Полевой. К примыканию камеры съездов действующей станции Алавинской. — Вот здесь возникает интересный вопрос. Когда что-то переносится, логично это все обновить и поменять. Потому что, ну, в общем-то, раз это мы все извлекли, то было бы странно, так сказать, укладывать обратно старые коммуникации. Будет происходить обновление? То есть что будет заменяться, каким образом, может быть, на какие-то новые технологии будут использоваться в процессе замены? Потому что нужно не стоять на месте, и то, что было актуально, там, условно говоря, 40 лет назад, сейчас уже нужно, так сказать, менять. — Конечно, все сети будут обновляться, тем более большая часть сетей пролежала уже там порядка под 100 лет. — Вот вы как раз сели, да? — Это вынужденная мера, но мы стараемся минимизировать затраты по этому мероприятию, потому что основная цель у нас не строительство сетей, а только вынос именно тех коммуникаций, которые мешают нам для реализации нашего мероприятия. Естественно, все работы проводятся в соответствии с действующими нормами, правилами и под контролем собственников и балансодержателей сетей. У нас, да, как вы знаете, за последние десятилетия изменились нормы, например, по тем же самым теплотрассам, они предутепленные системой дистанционного контроля, поэтому и по водоводам из современных материалов все работы проводят. Все по этапу освобождения от инженерных коммуникаций прошло через государственную экспертизу, получило положительное заключение, то есть соответствует на текущую дату всем действующим нормам и правилам. Все работы под четким контролем, еще раз скажу, что даже федерального строительного контроля. У нас по нашему мероприятию мы обязаны были заключиться на стройконтроль, с Росстройконтролем, это федеральный орган, который непосредственно ведет, в том числе, контроль за этими работами. То есть он будет непосредственно курировать качество переноса и качество того, что вы укладываете? Вот как выстраиваются отношения с собственниками этих сетей? Потому что там же разные собственники, то есть есть собственники водоотведения и водоснабжения и водоотведения, есть собственники канализации, электросетей и так далее. Вот с ними как ситуация? У нас, условно говоря, все балансодержатели и собственники сетей делятся на две группы. Это собственник в виде муниципалитета, муниципальные сети или там государственные сети, и сети, которые находятся в частной собственности. По сетям, которые находятся в частной собственности, отдельный путь оказания услуги по освобождению территории. По муниципальной собственности разыгран государственный контракт по выносу сетей. После окончания работы они попадут в собственность Самарской области опять, и из собственности Самарской области опять перейдут в муниципалитет. Такая практика уже есть. А те сети, которые находятся в частной собственности, то есть они, получается, переносятся и обновляются с участием собственника непосредственно? Потому что ему потом ими управлять? Да, там является страна, контрагент, который проводит работы, фактически балансодержатель. На основании договора оказания услуги по освобождению территорий, они выполняют работу со своими системами, как вынужденная мера. Итак, еще раз, давайте перечислим, значит, переносится водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, газопровод, тепловые сети, сети связи и электрика. Ну, то есть, практически все, собственно говоря, у нас вообще других больше пока не существует, на самом деле. На самом деле, у нас там есть еще вынос трамвайных путей, контактной сети, сети «Безопасный город», которые там идут тоже вкупе. Все сети тут представлены, все, что есть в городе. Ну, то есть, это, по сути дела, полностью перестраивает вот инфраструктуру городскую в центре города. Да. — Юрий Михайлович, вот вопрос к вам. Организация движения, в сюжете об этом уже начинали говорить. Какие перекрестки в центре города будут закрыты? Вот для начала давайте об этом поговорим, потому что дело важное, дело нужное строительству метрополитена, но понятно, что невозможно такие масштабные строительные работы без перекрытия каких-либо перекрестков. Ну, у нас изначально были определены три локации, где предполагается перекрытие движения. Первое – это участок за площадью Куйбышева, где уже у нас введено с начала года. Там никаких новостей не будет. Единственное, мы говорили, вот со стороны улицы Красноармейской, там немножко периметр будет расширен, примерно до трамвайных путей там дойдет ограничение. То есть, ну, проезд транспорта, там сохранится возможность. Вторая локация – это перекресток Новосадовая-Полевая. Это то, что вот нам в ближайшее время предстоит, об этом мы еще сейчас подробнее поговорим. И третья локация – это в районе арбитрасного суда, где вот пересечение Самарская-Ярмарочная. Это пока точных сроков нет, но мы для себя ставим там примерно середина 2023 года. Самый, наверное, такой будет тяжелый участок для нас – это перекресток Новосадовый-Полевой, конечно же. Вот он у нас находится в работе последние несколько недель. Мы там ходим, мы смотрим, мы прикидываем разные варианты ограничения движения. Вот в сюжете прозвучало о том, что все-таки изыскана возможность там оставить одну полосу для движения по направлению в город. Вот это нам кажется логичным, потому что вот Новосадовая, она заходит из трех полос. Вот две полосы, мы предполагаем, будут сбрасываться на Первомайскую, и по одной полосе будет движение прямо с поворотом направо вниз на Полевую. Но вот о чем нужно сказать, что это решение, оно все-таки будет внедрено не сразу же, потому что вот последние наши планы говорят о том, что на первом этапе все-таки этот перекресток полевой Новосадовый, он будет перекрыт полностью. Вот так. Да, пока называется рабочая дата 8 октября, то есть в ближайшую субботу это уже произойдет, проехать там будет нельзя. И вот по расчетам коллег на все про все, чтобы выполнить, вот сразу зайти на этот перекресток, найти там все коммуникации, выполнить все необходимые работы по их там переносу, выносу и так далее, вот потребуется 39 дней. То есть предварительно считая с 8 октября, ну и почти на полтора месяца этот перекресток, он вот будет работать в таком формате, точнее не будет работать вообще. На период вот этого вот первого этапа нами предусмотрены компенсационные мероприятия и отработаны пути перераспределения транспортных потоков. Здесь речь о чем идет, что тот транспорт, который движется по направлению в город, он будет перенаправляться как раз вот на Молодогвардейскую, то есть можно будет повернуть вот по Первомайской, можно будет до Первомайской еще на улицу Невскую свернуть. Там будет предусмотрен дополнительный светофор, чтобы было регулирование движения. И обратное направление движения из города предполагает, что транспорт будет подниматься по улице Чкалова, ну там с Галактионовской или с Молодогвардейской, допустим. По Чкалово переходим на Ленинскую и далее через проспект Ленина. Такая схема движения, она также требует корректировки светофорного регулирования вот на всех вот этих затронутых перекрестках. Точно так же будет перенастроена работа общественного транспорта. На движение трамваев здесь эти ограничения не повлияют никак, потому что у нас вот вниз по Полевой и дальше в город уже с Нового года трамвайные поезда не ходят, они уже все перенаправлены на Арцебушевскую. Что касается автобусов, они будут двигаться вот именно по таким траекториям. То есть все, что шло там через вот этот перекресток Новосадово и Полевой по направлению в город, это будет перенаправление Первомайское по Молодогвардейское из города через Чкаловскую и Ленинскую. Вот на минувших выходных специально прогоняли автобусы по этим улицам, ну чтобы проверить, что точно там автобус по своим габаритам проходит, ничего ему не мешает. Там что-то где-то, все подготовительные работы, там деревья кое-где опилить, там, чтобы ветки ничего не задевали. Вот это все сделано, заранее проработано. Мы информируем всех жителей города и наших пассажиров через наши средства массовой информации. Вот предполагаем, что будет записан аудиоролик и пущен еще непосредственно в салонах общественного транспорта, чтобы те, кто ездит в этих автобусах, ну заранее слышали о том, что они доберутся до своего места назначения, но просто там вот в одном месте автобус чуть-чуть новым маршрутом пойдет. Ну и, соответственно, если кто-то ездил там вот прямо до этого перекрестка, ну да, там нужно будет вот несколько сотен метров, может быть, это пешком пройти, потому что туда физически подъехать будет нельзя. Но здесь нужно сказать, что вот эта схема работы, она все-таки максимально направлена на то, чтобы людям было удобно, чтобы вот все возможные неудобства, они сведены к минимуму. Ну и что самое главное, вот этот вот первый этап 39 дней, он пройдет, и потом мы постараемся этот перекресток вернуть в строй там в том или ином видоизмененном режиме, но проезд там будет все-таки возможен, несмотря на то, что вообще-то работы по строительству метрополитена будут еще продолжаться и будут продолжаться и в конце 22-го, и весь еще 2023 год. Но вот коллеги позволили нам проезд в дальнейшем там предусмотреть. Это очень хорошо, что на самом деле там будет проезд. Вы знаете, вопрос, какой у меня возник, вот как у автолюбителя, на тех улицах, по которым пойдет общественный транспорт, там будет каким-то образом изменена система разрешения парковок? Или там, ну, в связи вот с этими обстоятельствами, на какое-то время вообще будет запрещено парковать автомобили? Точно так же, как это происходило, когда вот мы перенаправляли трамваи на Арцебушевскую, для того, чтобы увеличить пропускную способность, на ряде улиц предусматривается установка знаков 3.27, парковка запрещена, ну, условно, чтобы правый ряд, вот правая полоса, она не уходила из движения, не забивалась припаркованным транспортом, а чтобы вот если есть две полосы, чтобы обе полосы работали. Да, при этом на отдельных участках, ну, например, вот прям где улица Ленинская и стык с улицей Полевой, вот там есть парковка около магазина Вавилон, там вот диагонали паркуется транспорт, она там тоже меняется на параллельную, чтобы вот припаркованные машины, они тоже не вылезали там в эту полосу и не мешали. Да, поэтому вот эти вещи, они также предусмотрены. Ну, это, собственно, и надо учитывать, соответственно, автолюбителям, предполагая, вот свой маршрут. То есть, если ты едешь, надо понимать, что вот там машину не запаркуешь, ну, вот такая вот временная ситуация. Об этом тоже информируем. Более того, вот на подъезде к местам производства работ будут установлены специальные информационные аншлаги, которые предупреждают вот всех пользователей транспортом о том, что меняется схема организации движения на этом участке, вводятся дополнительные ограничения, чтобы все могли это увидеть. И не только почувствовать вот в тот момент, когда ты приехал, вот все, вот я еду, и тупик вот, дальше перекрыто, а это будет заранее, чтобы никто вот не поехал, не обнаружил, что все, я вот дошел дальше, глухой забор, и надеваться мне некуда, как только разворачиваться. Информация будет заранее. Я, кстати, знаете, о чем подумал? Вот если автолюбителю выбирать маршрут, как приехать в старый город, наверное, сейчас будет целесообразно ехать либо через железнодорожный вокзал, то есть Гагарин на железнодорожный вокзал и дальше уходить, ну, либо по Волжскому проспекту проезжать, то есть чтобы вот объезжать вот эту, скажем так, вот эту часть города. Ну, это вот... Вы знаете, что тут, да, могут быть разные варианты. Практика показывает, что вот за первые несколько дней это устаканится, и все примерно поймут, где там будет, может быть, чуть больше, где чуть меньше транспорта, и вот там, если там может оказаться и так, так что там через ЖД вокзал это будет чуть-чуть длиннее по километражу, но там немножко быстрее по времени. Да, согласен. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Процесс переноса инженерных коммуникаций – один из важнейших видов работ в рамках строительства новой станции Самарской подземки. Здесь, рядом с площадью Куйбышева, где расположится Театральная, проходит множество сетей водоснабжения и водоотведения, электрические кабельные линии и кабели связи, сети теплоснабжения и газовой магистрали. Скорректировать расположение этих коммуникаций необходимо, чтобы не нарушить инфраструктуру города. Здесь, в историческом центре, находятся не только жилые дома, но и крупнейший в Самаре театр – опера и балета. Сейчас в сквере на пересечении Галаксионовска и Вилоновска специалисты занимаются переносом теплосетей, при помощи которых в учреждения культуры поступает горячая вода и отопление. На сегодняшний день подача осуществляется штатно через улицу Рабочую. Этот нужен вынос коммуникаций для проходки из самого туннеля, дальнейшего, который будет служить как туннель метрополитена. Мы работаем по тех условиям, которые выдали ресурсоснабжающие организации. Они обследовали свои сети и дали тех условия на вынос данных сетей. Казалось бы, такая масштабная работа приносит некоторые неудобства, но жителей это не пугает. Главное, чтобы долгожданная станция метро наконец открылась. Я езжу в Безымянке и, естественно, на метро Победа сажусь, здесь выхожу на работу. Это просто будет супер счастье. Конечно, метро – это прекрасно. Вовремя приходит, вовремя приходит, тогда не будешь опаздывать никуда. Одновременно с подготовительными работами в районе перекрестка Галактионовская-Вилоновская специалисты трудятся в сквере на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Предстоит прокладка водовода. Уважаемые гости, насколько я знаю ситуацию, насколько я изучал все, что касается строительства метрополитена, существует несколько этапов строительства. И вот сейчас то, что мы видим, это первый этап работ, как раз сопряженный с выносом инженерных коммуникаций. А сколько их будет всего? В наших изначальных планах было шесть этапов. Первые два этапа – это подготовка территории и освобождение от инженерных коммуникаций. Третий, четвертый этап – это стартовые котлованы на улице Полевая и улице Галактионовская, с Вилоновской пересечения. И пятый этап – это основная проходка, два однопутных тоннеля от станции до станции. Шестой этап – предполагался демонтаж из-за моего имущества, то, которое по техническим характеристикам невозможно эксплуатировать с будущим метрополитеном. То есть там есть ограничения по шуму, ограничения по вибрациям, а с учетом возраста строений большей части они подлежат демонтажу. В последующем, вот не так давно, приняли решение о том, чтобы последний этап перенести в самый первый, откорректировать документацию, и в итоге у нас получится пять этапов. Сейчас из пяти этапов, которые будут в будущем, по трём получено положительное заключение экспертизы. По одному из этапов, это стартовый котлован на полевой, мы предполагаем в текущем месяце тоже получить положительное заключение экспертизы. И по условиям государственного контракта в главгосэкспертизе рассмотрение последнего этапа должно закончиться в конце ноября. На какой глубине будет проходить метрополитен? Вот вы говорили 28 метров, 14. То есть, если я правильно понимаю, тоннель будет там уходить то глубже, то... Да, тоннель начинает стартовать с улицы Волкционовской на отметке 14,5 метров от уровня чистого земли, доходит на Самарской площади, там вододливные установки до 28 метров, и опять поднимается наверх. Почему выбрали такую глубину? Для того, чтобы как раз уйти от большей части переустройства коммуникаций. Это позволит сократить влияние на эти сети и окружающие строения, и сэкономить бюджетные деньги. Поезда вытянут такой подъем? Да, все запроектировано в соответствии с нормами. При длине отрезков 1600 метров почти что это нормально. Незаметно даже практически, да? А с каких сторон будут копать? С одной, с двух? Сейчас у нас задача ускорить производство всех работ. Тут напрямую зависит от расселения. Вы знаете, Министерство строительства занимается изъятием и расселением. И по плановым датам, с учетом всех сложностей принятия законодательства в части соблюдения прав третьих лиц, мы видим, что работа будет вестись двумя ТПМК с двух сторон. То есть это будет максимально быстро? Да. Ну и тогда вопрос возникает самый главный. Вот когда станция метро «Театральная» начнет работать? В 2024 году. В 2024 году? В 2024 году задача стоит, подписанная в соглашении. Этот проект финансируется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, по которому выплачиваются проценты регионам. И задача стоит в 2024 ввести объект в эксплуатацию. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что оно все так и произойдет. И мы в 2024 году воспользуемся всеми преимуществами, которые принесет нашему городу станция метро «Театральная». Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрий Топилин и заместитель директора ГКУ Самарской области управления капитального строительства Александр Богданов. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok